Попробовать все это за операция. Смысл, чтобы глину, как бы вы образно берете этот кусок и начинаете вводить по центру. И просто руки уже привыкают, чувствуют, как только центр найден, глина абсолютно успокаивается. И вы просто этот процесс фиксируете, что все, центровка произошла. Для чего? Центровка это один из самых первых важных этапов. Плохо центрованный кусок глины, он просто не позволит вам дальше делать изделие. Дальше мы начинаем делать заготовочку, начинаем делать центр, просто углубляем пальцы туда. Вот это вот заготовка. Но это еще не изделие. Это сейчас идет изготовление толстого цилиндра. Мы начинаем делать будущее дно нашего изделия и делать будущие стенки. Вот это вот заготовка. Мы ее уже сделали. Там пусто. Вот это дно. Вот это стенки. Стенки толстые. Поэтому следующий этап это вытягивание вот этих стенок. Работают руки кончера. Вот таким вот образом давится правой рукой, левая подхватывает. То есть вы выдавливаете некий кусок глины и вот между пальцами должна быть буква S английская. И вот эту вот волну вы вытягиваете наверх. Операция очень такая требует, на глазах она сейчас начинает увеличиваться, чувствительности. То есть не надо сильно тонких стенок делать, не надо сильно толстых, потому что если утончите, изделие будет очень тонкое. Вот видно, да, у меня поднимается. То есть мы вытягиваем ровное изделие настолько, сколько позволяет запас глины. То есть из маленького куска, конечно, высокую вы не сделаете. Вот какой у меня был кусочек. Ну, по пропорциям, как бы замечено, килограмм глины на литр изделия. Где-то так. Вот вот эта самая главная заготовочка называется ровный цилиндр. Все, это половина нашего изделия. Уже из этого цилиндра мы начинаем уже творить форму самого сосуда или еще что-то. То есть, как правило...